Говорят, медики учатся всю жизнь, в том числе в процессе работы. А начинается все на практике в лечебных учреждениях, куда студенты попадают уже на первых курсах. У врачей взрослой поликлиники и центра диспансеризации в РКБ в Видном с прошлой недели появились помощники. Очень хорошие ребята, студенты. Они перенимают опыт у наших ведущих специалистов, которые работают в соответственном модуле. Оказывают очень весомую нам помощь, поддержку. Они за время прохождения практики смогли обучиться всем тонкостям. За неделю студенты научились делать ЭКГ, составлять маршрутные листы диспансеризации, проводить первичный осмотр. Здесь мы проходим, скорее всего, вазы. То есть те, которые пригодятся нам, которые уже сами что-то пробуем, практикуем. С нами сидит врач, он в любом случае поможет, срега отцовется. Тут врачи все очень добрые, хорошие. Сложнее всего, говорят будущие медики, дается работа в процедурном кабинете. Студент второго курса Александр Мазилин рассказал, что благодаря практике и советам наставников смог добиться неплохих результатов. Я мог брать кровь из вены только у людей молодого возраста, потому что вены видно, они очень удобно из них брать, а у пожилых людей не очень получалось, потому что их то не видно, то они убегающие. Вот сегодня я принимаю всех, ни разу еще не промахнулся, ничего, все получилось. Успешное прохождение практики – это не только полезный опыт для будущих медиков, но и дополнительные очки грядущим экзаменам. Мы ими очень довольны. Администрация ходатайствовала в колледж на предмет добавления им к общему балу дополнительных баллов. Хороший опыт, когда мы привлекаем столь юных студентов непосредственно к АЗАМ в будущей их профессиональной деятельности. Хотелось бы в будущем больше видеть студентов в наших рядах. Сейчас во взрослой поликлинике и центре диспансеризации практику проходят 10 студентов. Наиболее способных из них – медики ВРКБ. Надеются уже через два года увидеть в числе своих сотрудников. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok